здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет внеочередной разбор дело в том что этого героя мы уже разбирали по горячим следам по поводу его версии этих нейросетей и так далее и все вообще мне кажется не осталось уже у нас в стране и вообще в мире людей которые ну верят вот в эту версию про нейросети которые придумали там этот разговор телефонный и слили в сеть но тем не менее он упирается и утверждает что это были нейросети ну давайте же тогда с вами проведем такой небольшой эксперимент и посмотрим на его сигналы тела потому что тело всегда говорит правду как бы человек не пытался нам запудрить мозги и давайте наблюдать мы с вами прекрасно знаем правду но уже даже с этой точки зрения будет интересно разобраться как он врет вот эти механизмы вранья они прям по полочкам вот настолько красиво мы с вами это все увидим но и для начала давайте посмотрим на то как он эмоционально умеет рассказывать как он действительно там где ну там где он говорит правду давайте смотреть про наблюдаем как он говорит правду чтобы потом сравнить недавних напряженных и тревожных дней которые пережила вся страна вот что иосиф пригожин делал в этот момент неинтересно ты знаешь удивительная штука мы с лерой решили в этот долго выбирали день и решили отключить мы семьей просто у нас есть любимое занятие мы ходим пешком но я с уважением отношусь к людям разных вероисповеданий национальности цвету кожи но это вот эти попы сиськи ногти вот эти ресницы это же вопрос видите как много иллюстраторов его речи когда он говорит о том что действительно его затрагивает действительно есть о чем сказать понимаете он говорит с горящими глазами эмоционально поддерживает это жестами вот эти жесты это иллюстраторы которые усиливают речь до дело прекрасно и легко реагирует на слова смеется телом двигается да вот это это все запоминаем черных это же их культура как она стала главной в нашей стране среди молодежи к это же идеологический момент важный для страны почему я там эмоционально чуть потому что мне не безразлично ну конечно не безразлично дело которое ну вообще честно говоря его мало касается она ему не безразлично а как же не безразлично то в чем его обвиняют там действительно если он прав то он должен вот так же горячо отстаивать свою позицию понимаете а теперь давайте наблюдать и так я просто готовлюсь набираюсь духу спросить потому что этот вопрос сгенерировала именно вот это сама нейросеть которую вы обвинили видите видите какая реакция на слово нейросеть уже пошла реакция вот этот челюсть сторону сам замер до замер челюсть низко ой извините у меня тут опечатка написала зиска через низко выставил лоб ну это соответственно если челюсть опускается лоб выставляется ну и это как раз саботирующая позиция когда драться нечем но надо стоять на своем да вот так вот человек реагирует на то где у него нет аргументов да и вводит челюстью вы видите я сейчас замедленный съем недавно смотрите как челюсть ой как не нравится не нравится ему челюсть том что она сгенерировала телефонный даже алене смешно вы понимаете ну действительно она журналист хоть то есть как бы мы к ней не относились но она мозги имеет и даже она засмеялась понимаете это реакция на стресс реакция на вранье которое приходится проговаривать разговор благодаря которому мы прославились в очередной раз на всю и опять смотрите как водит челюстью чувство вины видно челюсть внизу замер ну то есть страну нет тех реакций которые были только что да то есть на слово нейросети уже пошла реакция уже замирает да ну ладно будем считать что это нейросети его так обидели да он вот так вот пугается до упоминания нейросетей он будет думает что они такие такие опасные да дальше а давайте смотреть следующий фрагмент кто слил разговор но если мы говорим про нейросеть значит нейросеть замечательно и вот здесь он прокололся с потрохами вы понимаете что если бы человек перед нами сидел невиновный человек то он бы сразу на этой фразе зацепился он бы сказал а отчу какой разговор я вам сто раз говорил что это сгенерировала нейросеть это ну то есть если бы перед нами сидел человек невиновный он бы до конца отстаивал свою невиновность и вот эта версия с нейросетями то есть в его картине мира не было бы вообще разговора который мог бы быть слитым а была фантазия нейросетей и если это называют разговором при нем он сразу бы встал на защиту себя вот именно вот в этом моменте понимаете она задает кто слил разговор то есть а он отвечая на этот вопрос уже слил сдал себя с потрохами вот и все в общем то здесь даже и нечего больше ну разбирать но тем не менее он и дальше пошел себя топить на значит вот это потом а при ответе какая интонация вы обратили внимание вопросительная интонация то есть ну наверное нейросеть да но я не знаю правда я еще не придумал да и тише говорит он замер и это действительно говорит о том что он он растерялся он он не знает что ответить человек невиновный будет отстаивать свою невиновность и вот на этом он бы зацепился он бы говорил громче он бы я не знаю психовал в конце концов потому что насколько можно объяснять вот представляете человек утверждает что это нейросети запрограммировали а тут задается такой вопрос он бы сейчас возмутился он бы сейчас сказал да что ты ты уже задолбала этим вопросом я уже тысячу раз тебе это отвечал и вообще ставь правильно вопросы да а он наоборот а как раз человек который виноват он и пытается спрятаться обычно вот дальше вот это вот попытка спрятаться и это видно потому как он вопросительно отвечает тише говорит замирает и ну вот отвечая он подтверждает что разговор действительно был и отвечает опять-таки эмоции сдулись сдулись эмоции то есть помните как он эмоционально рассказывал про сиськи про ресницы про все такое да а тут бах наверное нейросети да ну то есть понимаете вот так ведет себя даже не неврун профессиональный а ведет себя школьник который затер в дневнике двойку и пытается от мамы это скрыть вот примерно так себя ведут дети когда пытаются врать то есть ну не умеешь врать не берись не ходи на интервью или поставь какой-то стоп вопрос там я не знаю чтобы тебе не задавали этих вопросов но но зачем так полица я не понимаю в мире вообще остался хоть один человек который верит в эту ложь вот если вы остались и вы меня смотрите напишите мне в комментарии почему вы ему верите почему вы считаете что это действительно нейросеть но я считаю что это вот он себя слил с потрохами если бы он хотя бы молчал хотя бы там где-то дал какую-то информацию что действительно это нейросети хоть как-то можно было бы ему поверить а вот таким образом он лишает нас возможности поверить его версию полностью на сама она сама она живая нейросеть на похоже что она как это называется видите как тяжело он говорит потому что он сочиняет на ходу ему сложно сочинять он придумывает что ему сказать то есть нет вот этих вот ну как правило когда человек уверен в том что он говорит он использует иллюстраторы он старается усилить свою речь он старается докричаться до собеседника да на здесь же он сидит сдулся и как-то так какие-то слова из себя вытаскивает и все все свои корни распускает по всему миру скоро она дотронется до всех о как о как он попытался перевести разговор ну просто все вы на самом деле очень рискуете и всем вам могут такой разговор придумать сделать нейросети так что сидите на попе ровно и верьте мне но замечательно конечно и обратите внимание он попытался увести разговор причем увести разговор в туда где всем должно быть страшно да ну это такой детский сад ну просто я не знаю на кого это рассчитано но напишите мне в комментарии ну вот немножко вы ему поверили я вообще нет вот чем больше его вижу слышу тем больше ему не верю а может быть хоть что-то вас убили убеждает в его правоте может я где-то не права да вообще напишите в комментарии свое мнение по поводу этой истории но это просто трэш какой-то да давайте дальше смотреть все эти вопросы сгенерировала нейросеть ваша любимая обожаю которую искусственный интеллект во всех смертных алене надо реснички сделать яркий будет вообще пипец что сейчас меня не яркие губы мне не накрасили замечательно замечательно вот в предыдущем ролике он увел разговор да и а сейчас прям конкретно взял и увел разговор лжец как правило так себя и ведет когда мы затрагиваем ту тему где ему скользко он уводит разговор в другую сторону для того чтобы ну как естественно лжец он старается на той территории где он неправ где у него мало аргументов где ему приходится придумывать приходится как-то контролировать все способы подачи информации ведь ложь это очень серьезный энергозатратный процесс и для того чтобы соврать нужно контролировать абсолютно все и это все невозможно сделать это очень тяжело вообще для лжеца вообще я я призываю вас всех сочувствовать даже лжецам потому что это же обратите внимание это же не только надо контролировать то что ты говоришь то как ты говоришь надо контролировать надо также уверенно говорить надо также эмоционально говорить надо вот в эмоции вкладывать в речь эмоции вкладывать в жесты надо чтобы ровный эмоциональный фон был относительно другой части повествования да то есть все надо контролировать надо вот эти факты быстро собирать в кучу да если ты их не пережил тебе надо их сочинять выдавать и держать в голове это очень очень тяжело поэтому я сочувствую всем лжецам которым приходится врать а тем более врать на всю страну вы понимаете и он пришел вот можно сказать на амбразуру лег своей грудью широкой и пытается сохранить свою репутацию но чем больше он пытается тем больше он ее теряет понимаете но это просто детский сад это ну это реально очень тяжело но и справляться с этим он не умеет потому что он сам по себе такой он не умеет врать по-настоящему даже если он считает что он там хорошо умеет врать то пусть он выкинет это утверждение куда-нибудь какую-нибудь помойку потому что врать он совершенно не умеет абсолютно и пусть лучше не тратит на это времени надо поэтому ну и еще знаете вот он сел на конька и начал морали читать это просто тоже такой такой трэш такая вообще я смотрела и думаю боже мой что это что это давайте смотреть потому что совсем недавно еще когда не было конфликта россии с другими западными странами видите как много я вам сейчас вот прямо тут будут эти подсказки как много будет признаков того что он говорит неправду он на самом деле так не считает он говорит вещи которые ему сейчас надо проговорить чтобы как-то свою репутацию поднять дан и первое это вот это то что он трет лицо это манипулятор это жест манипулятор не иллюстратор иллюстратор это жест который вот когда мы эмоционально говорим да мы хотим докричаться да мы хотим ну как-то это все обернуть в эмоции чтобы это прям попало в сердце собеседнику мы когда полностью правы в своем утверждении да мы включаем иллюстраторы когда мы начинаем говорить то что мы на самом деле не думаем то что мы на самом деле возможно считаем по-другому да вот у нас какое-то другое мнение но надо озвучить это или где мы откровенно врём мы начинаем тело прятать тело хочет убежать тело начинает чесаться то есть вот вот и начинаем там трогать что-то начинаем как-то нервничать и вот это вот как раз и есть жест манипулятор он пытается сохранить свое тело он пытается его где-то погладить он пытается что-то сделать с ним вот это вот манипулятор поэтому идем дальше все таки видите сложно выдает из себя слова это кашель до трудно ему говорить и это тоже понятно потому что он так не считает он не считает вот то что он сейчас вот нам выдает вот эти морали так называемый пытается там нам сказать что он вот обязательно такое мнение у него русскоговорящие а они все дети много раз отсаживается вот прям из бывших стран снг они тоже посещали концерты благодаря русскому телевидению это сегодня русское телевидение запрещает поэтому мне кажется что родину свою надо уважать родину надо любить родине нужно быть благодарными чего бы это ни стоило при всех своих сложностях и перипетиях дело все в том что на мой взгляд в сегодняшних обстоятельствах мы должны быть едины и мы должны быть вместе как бы там ни было мы можем потом разойтись как-то во многих вещах но сегодня непростая ситуация очень непростая и как бы кто бы не смеялся и как бы кто бы там не пропускал мимо уж вот разойтись это иллюстратор как раз и все-таки я бы советовал прислушиваться ко многим вещам которые говорил владимир вольфель ширину ну и вот четыре раза он отсел во время того как он рассказывал как он любит родину и русских не назвал русскими на сказал русскоговорящие да то есть русских опасается называть ну то есть вот вот все что он сейчас сказал вот этот вот весь набор слов это просто было сказано для того чтобы все поверили что он так любит россию что он прям просто трепещет перед ней до готов на все но на самом деле это абсолютно не так врет как дышит а дышит часто вот мой вердикт вот такой сегодня коротенький разбор ну я просто не смогла пройти мимо вот этих вот вещей потому что ну зачем на кого это рассчитано я не понимаю зачем это делать зачем ходить и доказывать что ты этого не делал зачем говорить что ты так любишь родину ты все сказал в этом разговоре телефонном и в общем-то в телефонном разговоре я его хоть немножко зауважала за тот телефонный разговор а сейчас получается он теряет и свою аудиторию этих z патриотов до как которым он втирает в уши да и и тех кто начал хотя бы считать его адекватным человеком после того как мы услышали его телефонный разговор поэтому но сейчас получается он все нафиг делает все против самого себя поэтому и в данном случае мы лучше заткнуться и сидеть молча на попе ровно вот такая вот моя позиция на этот счет да ну вот извините я на этот раз эмоционально все рассказала потому что ну правда но бесит вот вот реально бесит напишите в комментарии свое мнение раздражает ли вас вот такое вот поведение когда но уже четко доказано что это какая нафиг нейросеть какая тут логически можно это все разобрать да и понять что ничего подобного и многие это сделали кстати вот на ю тубе я видела и разборы и мнение специалистов которые вот с этой нейросетью которая может что-то подделывать ну они работают и они объясняют почему этого ну как бы тут вряд ли это нейросеть вмешалась да потому что там много всего задействуется и кто он такой чтобы на него тратить так много сил и времени и вообще нейросеть вообще насколько я понимаю еще не способна этого сделать в том вот в том качестве в котором мы с вами слышали поэтому вот такое вот мое мнение я вам желаю хорошего дня всего самого хорошего позитивных мыслей ну и до новых встреч пока пока